Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Ювенальная юстиция. Приживется ли в России? Тему защиты детей от родителей обсудили в школе номер 7. В индустриально-педагогическом колледже абитуриенты встретились с выпускниками колледжа. Вера, Надежда, Любовь. Обладательниц вечных имен поздравили в лечебно-диагностическом центре «Делуч». Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Кто что строит и почему ярмарка привоз из-за стройки уменьшилась вдвое. Жители 12 микрорайона возмущены изменениями. На место ярмарки привоза в районе школы номер 6 выехала административная комиссия, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Алина Гумерова продолжит. В конце августа на ярмарочной площадке начались строительные работы. Застройщик поставил забор, огородивший половину территории ярмарки привоза. О строящемся объекте местные жители никакой информации не получили. Представители органов ТОС и активисты 12 микрорайона обратились за помощью к администрации города. «Очень много разговоров по микрорайону, возмущений. Хотелось бы, чтобы вы объяснили, что здесь будет. Что здесь у нас строится. Во-первых, аншлага не видно. Должна быть вывеска, правильно ведь? Дальше. Здесь у нас была ярмарка. Теперь у нас, видите, вместо ярмарки здесь получилось месиво грязи». Но все изменится. На ярмарку привоз никто не претендует. Она только выиграет. Здесь проведут благоустройство, сделают комфортные условия. «В связи с тем, что мы понесли какие-то потери по площадке, по ярмарочной, из-за стройки. Сейчас вмешался Сергей Павлович, Светлана Владимировна, вмешались в это все мероприятие. И на сегодняшний день с застройщиком, с подрядчиком достигнуты договоренности». Дорожки выложит тротуарная плитка, заасфальтирует проход 4 метра для покупателей привоза, отсыпят щебнем дорогу для приезжающих машин. Вместо стройки здесь будет работать новый магазин «Агрокомплекс» с широким ассортиментом продукции и низкими ценами. «Люди, конечно, очень возмущались, боялись, что у нас здесь не будет рынка привоза. А сейчас вопрос все решен полностью». По словам подрядчиков, благоустройство территории завершат к Новому году. А пока ярмарка «Привоз» продолжает работу и во время стройки. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Учения по гражданской обороне для руководящего состава и специалистов администрации вспомнили правила поведения при ЧС главы сельских округов, начальники управления администрации, руководители предприятий и санаторных комплексов города. «Основная отрасль, которая нуждается в пристальном внимании – санаторно-курортные. За последние несколько лет ни один летний сезон не проходил без ЧП», отметил начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Анапы Сергей Семерков. В августе было два масштабных пожара. Горел отель «Капитан» и гостевой дом на углу улицы Таманской и Новороссийской. Обошлось без жертв. Но, тем не менее, руководители курортных объектов должны знать правила пожарной безопасности, а в случае происшествия сразу принять правильные меры. 70% территории Пионерского проспекта при небольшом шторме заливают водой. Так, в течение трех дней произошло подтопление здравниц в станице Благовещенской. К сожалению, метеорологический прогноз на сегодняшнюю ночь и на ближайшие три дня не утешит. Это связано, прежде всего, с чем? Усилением северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду. Далее, моросящий дождь, причем интенсивность его в среду будет максимальная. И температурный режим не будет превышать 10-12 градусов. В этом году командно-штабные учения отличаются от тех, что проводили в предыдущие годы. Учения проходят под руководством федеральных органов исполнительной власти. Учения проходят в три этапа. Первый этап осуществляется проведением мероприятий по команде из Москвы, проводят они с региональными центром. Второй этап идет, он осуществляется между региональными центрами и субъектами федерации. И третий этап – это между субъектами федераций и органами исполнительной власти. Такие занятия будут проходить теперь чаще, чтобы довести до анапчан те риски, с которыми им, возможно, придется столкнуться. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Проезды в Анапе в некоторых местах застройки становятся недоступными. До некоторых просто невозможно добраться из-за самостроев, нарушающих все правила и нормы застройки. С целью обнаружения таких точек в Рейдово езжают специализированные бригады МЧС. Лариса Басова отправилась в необычное путешествие по городу вместе с пожарными. Существует целый комплекс правил, которыми должны руководствоваться застройщики при планировке населенных пунктов. И даже в этом случае, когда застройщики соблюдают правила, иногда случается, что нарушают сами жильцы. Пример тому обнаружила рейдовая бригада 11-го отряда Федеральной противопожарной службы в 12-м микрорайоне. Вот видите, по адресу микрорайон 12, дом 35, у нас находятся самовольно установленные ограждения, которые затрудняют проезд, сложной проезд к третьему и второму подъезду этого девятиэтажного дома. Соответственно, при выезде пожарного автомобиля и автолестницы спасение людей с верхних этажей первого и второго подъезда становится невозможным. Не только обнаружение таких самодельных барьеров для проезда автотранспорта выявляют пожарные. Они также контролируют исполнение решений администрации города-курорта устранять такие самодельные преграды. Благодаря проводимыми нами постоянными мероприятиями по поводу выявления перекрытых проездов, здесь раньше стояли две ФСКи, которые затрудняли проезд к двум подъездам шестиэтажного дома, что, соответственно, затрудняло проведение аварийно-спасательных работ. На улице Ленина в 3-м Б-микрорайоне жильцам дома пришлось убрать ФСКи с проезжей части, так же, как и жильцам девятиэтажки на улице Промышленной убрать шлагбаум. Данное мероприятие по обследованию проездов именно в многоэтажных домах мы проводим регулярно. Цель наша – выявить загроможденные проезды несанкционированно для того, чтобы провести аварийно-спасательные работы быстро, не допустить распространения огня, материального ущерба и спасти людей. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Если вы заметили на тротуаре или у подъезда дома преграды для проезда автотранспорта или проезд сужен и менее 2 метров 75 сантиметров, можете смело обращаться в суд или для начала в местные органы власти. Не забывайте, что от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован, и проезды нужны для машин МЧС. Продолжаем выпуск. Общественное движение «Анапские родительские комитеты» и Управление образования города-курорта организовали лектории для педагогов, родителей и всех желающих в нескольких городах края, которые провела известная в России и за рубежом общественный деятель, писатель, директор Института демографической безопасности Ирина Медведева. В Анапе встреча прошла в школе номер 7. На приглашение известного психолога главы комиссии приуполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Ирины Медведевой откликнулись педагоги анапских школ, вузов, учреждений дополнительного образования, родители, бабушки и дедушки. Ирина Медведева прочла лекцию в актовом зале школы номер 7 на тему проблемы воспитания детей в современном мире и некоторые аспекты информационной войны. И сделала акцент. В нашей стране неприемлемы западные методы и технологии воспитания детей и неприемлема ювенальная политика в том виде, в каком ее навязывают России. В этом году создано объединение родительских комитетов Юга России, в которое вошли представители родительских комитетов из Крымска, Новороссийска, Славянска-на-Кубани. А возглавила список Анапа – город семейного и детского отдыха. Объединение призвано помогать решать проблемы в семьях, защищать их права во всех инстанциях и на всех уровнях. А мы переходим к другим темам. В индустриально-педагогическом колледже прошел день открытых дверей. В этом году преподаватели и студенты организовали мероприятие как праздник. На встречу пригласили абитуриентов и выпускников колледжа, родителей и учащихся. На Кубани гостей встречают хлебом с солью, так что, следуя этой традиции, столы с яствами, которые приготовили сами студенты под руководством преподавателей, накрыли прямо у входа в индустриально-педагогический колледж. Но это не просто столы с вкусными блюдами. Пока на импровизированной сцене во дворе колледжа шел концерт самодеятельных артистов, в течение праздника здесь проводились мастер-классы кулинарного искусства. Колледж в прошлом году стал победителем конкурса среди учреждений среднего специального образования и получил грант президента в размере 13 миллионов рублей, на который закуплено новое лабораторное и технологическое оборудование. Для курортной отрасли колледж, который выпускает дипломированных продавцов, поваров, мастеров ЖКХ, туризма, просто незаменим. Мы возлагаем очень большую надежду на вас, ребята, на ваше будущее, на то, что сегодня вы, закончив колледж, останетесь работать в городе Анапа и своим трудом сделать Анапу светлым, добрым городом. Убедительно для абитуриентов прозвучали слова директора колледжа Ирины Мазур. Анапа – курортный город. В Анапе большое количество предприятий торговли, их у нас насчитывается порядка 1200 единиц. Около 500 единиц предприятий общественного питания. Поэтому, кто получает профессию повара, технолога, кондитера, продавца, с работой будут всегда. На традиционную церемонию награждения пригласили работодателей, на чьих предприятиях студенты отрабатывали летнюю практику. Грамоты и благодарности учащиеся колледжи получили от санаториев «Надежда», «Парус», «Черномурская зорька», «Аквамарин» и других. Среди отличников практики с одного курса официантов-барменов были особо отмечены Алексей Повенко и Нина Сенникова. Я приехала из Новопокровского района специально сюда учиться. Мне здесь очень нравится. У нас здесь очень добрые учителя, много чего нам рассказывают. Я знаю, что я здесь отучусь и поступлю на работу, и буду очень хорошо работать. Это хорошая профессия, неплохо можно заработать. Учителя тоже хорошие, объясняют все хорошо. Мне нравится очень учиться здесь. В программе праздника были открыты уроки и презентации. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В санатории «Дзелуч» традиционно отметили праздничным концертом День памяти святых веры, надежды, любови и матери их совхи. Алина Гумерова побывала на торжественной церемонии поздравления. Этот православный праздник – символ истинной веры, пример духовной стойкости и неподдельного мужества. По традиции, в День памяти святой Софии и ее дочерей в русских селениях принято было честовать женщин, носивших имена святых мучениц. Всех именинниц Анапы поздравили с Днем Ангела в лечебно-диагностическом центре «Дзелуч». Для них выступили танцевальные ансамбли, семейный дуэт Юрия и Ирины Цыганок. От всего сердца не могу даже выразить такое восхищение, что такой был концерт, так было всем приятно, так всех поздравили, никого не обвелили, назвали все имена «Я – любовь», ну а «Надежда и вера» здесь. Это мероприятие дает возможность увидеть, как мы вместе едины, что вера, надежда и любовь никогда не умирают, и мать их – София. И поэтому вот в этот день это очень хорошо чувствуется. Я хочу пожелать, чтобы у нас вера нас никогда не покидала, надежда у нас в сердце жила, а любовь всю жизнь с нами по жизни шагала, и коллектив, и Анапское солнце, которое сделало нам все тепло, и коллектив сделал нам все приятное, всю жизнь с нами были в сердцах наших. После концерта для именинниц накрыли праздничный стол. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Октябрь – время обновлений, уверены специалисты федеральной сети оконных компаний «Экопласт». Условия и выгодные предложения новой октябрьской акции в сюжете. 1 октября в федеральной сети оконных компаний «Экопласт» стартовала новая акция. Окна в наличии – это раз, по суперценам – это два, и в кратчайшие сроки – это третье условие выгодной покупки в «Экопласт». Приятная новость, компания «Экопласт» – мы объявляем осеннюю распродажу. Окна в наличии всего 1700 рублей. Для того, чтобы получить такое окно, вам необходимо обратиться в офис компании и заказать бесплатную услугу вызов специалиста на дом. Работа замерщика займет всего 15 минут, после чего вам станет известна стоимость заказа. Самое приятное, что окно по этой акции вы сможете получить всего через несколько дней. Окна можно приобрести за наличный расчет или оформить покупку в рассрочку без первоначального взноса комиссий и переплат. Не упустите свой шанс переостеклить всю квартиру с изрядной экономией. Подробности акции подскажут специалисты компании в офисе на улице Лермонтова, 116 В. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке партнера программы салона-магазина подарков «Важная персона». Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона, важно, что ты есть. 2 октября с 7 часов утра до 15.00 в Анапе выпала месячная норма осадков. В четверг 3 октября на курорте сохранится пасмурная дождливая погода. Температура воздуха в дневные часы 11-13, ночью до 9 градусов со знаком «плюс». Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 13 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы Торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова